Собственный день рождения для Алексея Валова не повод менять привычный распорядок работы. Уже много лет среда в том или ином формате строительный день, значит стройчас есть. Разве что постоянные телефонные звонки напоминали, что сегодня не совсем обычный день. Но они не отвлекали юбиляра от сути происходящего. В повестке дня еженедельного стройчаса сегодня ход возведения важнейших социальных объектов района. Обсуждали более широкий спектр вопросов из тех, которые обычно не поднимаются во время выезда в главы района непосредственно на стройплощадке. Школы в Солнечном и Медвежках. Финансовые обязательства перед подрядчиками выполняются, работы идут в графике. Но администрация требует работать с опережением, чтобы предстоящие холода не повлияли на сроки сдачи. В Медвежьих озерах надо параллельно строить и подводить коммуникации. В Солнечном увеличить количество рабочих. Ну то есть в ноябре монолит закрываете, тепловой контур закрываете где-то в середине декабря, наверное, начинает отопление. Одно дело мы там по ходу рабочие моменты вылавливаем, а тут человек должен ответить нам. Он должен ускориться. И по одному объекту, что касается школы Медвежьих озер, и по второму объекту в школе Солнечной. Они должны ускориться, чтобы в зиму идти с закрытым тепловым контуром. На контроле два объекта здравоохранения. В селе Душеново Угневского поселения по госконтракту возводится фельдшерско-акушерский пункт. Генподрядчику направят письмо, чтобы выполнил наружные работы до дождей. Сдача ФАПа конец сентября. Диализный центр в Щелкове – это коммерческий проект, очень нужный жителям не только нашего района. По словам подрядчика, возможности центра позволят установить такое количество аппаратов «Искусственная почка», которое обеспечит и больных из соседних районов. Ожидается, что вопросы строительства и функционирования центра обсудят на следующей неделе в ходе визита министра здравоохранения. Они нормально работают, перспективы для них понятные, что они должны сделать, построить объект, поставить оборудование. А наша задача – отрегулировать все взаимоотношения с Минздравом, чтобы именно здесь наши диализники лечились. На стройчас также пригласили представителей территориального подразделения компании «Мосавтодор». К ним много претензий по содержанию региональных дорог, а это 240 километров и в основном центральные. Покос травы, разметка, уборка пылесосом, мусор в лотковой части. Администрация готова выставлять штрафы, но пока на крайние меры не идут и просят перебросить дополнительные силы, чтобы подготовиться к празднику Дня района и города. Прошу усилить, чтобы 23 числа мы показали. Мы очень большой объем работы сделаем в плане оформления города и района. И нам бы хотелось, чтобы это оформление не было смазано текущим положением дел на дорогах, тротуарах и по цветному мусору. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...